с нами 90 этажей и находимся по моему под зданием федерации сейчас мы идем на москва-сити выходим в том месте где москва-сити то современное метро вау вот это да да какой большой мир маленький большой мир нью-йорк почти 90 этажей это важно мы пойдем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этих башен, говорят, не было еще полтора-два года назад У меня уже батарейка закончилась Уже очень домой хочу Устала Всю кроватку в постель Домой Вдохнуть, выспаться И от людей отдохнуть Красавицы какие Да, я почему-то думала, что Москва-сеть, ожидай, что здесь всего лишь пара башенек Ну, там сколько их было видно Штук пять Я не ожидала, что их такое огромное количество Ой-ой, какая Вот это да Это любимая, да? Да Ну и, пожалуй, самая эффектная, самая мэрика. Оп. Красиво. Масштабно. Ну, классно. Скептически сначала отнеслась. Ну, прям впечатляет. Так вот, устала я от людей уже, потому что одно дело путешествовать, там, я не знаю, небольшая компания, другое дело всей огромной группой. Вот, и там кто попить забыл, кто еще что-нибудь забыл. В итоге там все ждем. Вот. И как-то впечатления уже так много нахваталось, и что-то уже подустала я. Поэтому все фотографируются. Ну, во-первых, некому, у меня девчонок нету. Вот. Да и запас энергии у меня уже закончился. Уже хочется в поезд и быстрее до дома доехать. А сюда нужно специально приехать как-нибудь и пофотографироваться. Фон красивый подобрать. Не хочу в усталом, в уставшем состоянии. У меня сделали пару фотографий, но они не понравились там. Ракурс не такой, фон не такой, не очень хороший. Поэтому обойдусь как-нибудь. Питерский хватит. Мне все еще это выкладывать нужно будет, обрабатывать. Видеоролики маленькие, короткие шорты делать под каждый формат. Еще с Москвы у меня остались не смонтированные видео. Дети увидели Красную площадь и кричат «Ура!». А кто-то впервые здесь, кстати. Что от нас сбудется? Ай, здорово! Знаменитое какое-то гумовское здесь мороженое. Это как в советские времена, что ли, по рецепту? Что, серьезно? Да. Вот это еще модное мороженое, когда палкой вот так вот порисуют. Ммм, красота! Смородина, фисташка, крем, шоколадная крошка, крем, рюме. Смородина, фисташка, крем, шоколадная крошка. Лайм бир. Ой. Сто рублей. Сто рублей. Да. Одна. Где шталиф закрыть? Мороженое в Гуми Куплина. Вот это да. По поводу мороженое, оно самое обычное, говорят, что рецепты из 54 года, но мне кажется, вообще просто есть вкуснее гораздо, стоит 100 рублей, кстати, сказали, что до этого 50 стоило. Мороженое в Гуми Куплина. Вон пришли в столовую какие-то блогеры, все снимали, поднимались сюда по лестнице, снимали и вот столовая снимает. Кстати, вот эта столовая очень вкусная, суп я сейчас взяла пюре из брокколи, мне очень понравилось, уровень такого ресторанного. Но ценник такой высокий, не знаю, для столовой, наверное, для Москвы, не знаю, по московским столовым не ела. А вот если сравнить там с саратовским, кими, хотя в Саратовском, по-моему, не было, в Геленджике вот она была, то выше, но вкусно очень. Суп пюре из брокколи прям вообще шикарные. И очередь очень большая. Где-то за обед люди отдают по 800 где-то рублей. В среднем. У нас можно так вкусно поесть в каком-нибудь ресторанчике в Саратове. Вот, ну и здесь вот такие цены. Интересно, что это за блогера? Наверное, знаменитая какая-то столовая. Ну, такие советские рецепты. Все аппетитное и вкусное. С катерской вообще не сравнить.